Так, на НТВ Местовстречи вопрос, который, собственно, вот задал Андрей Константинович, он на него уже ответил. Так можем ли мы стать победителями вот в этой новой или все еще продолжающейся холодной войне? Вячеслав Николаевич. Мы не только можем стать победителями, мы обязательно победим в этой войне. Во-первых, Россия на глазах укрепляется. Во-вторых, в этой уже горячей войне против НАТО, которая идет на территорию Украины, на нашей стороне весь мир. Мы на правильной стороне истории, мы обязательно победим. Так, Андрей Владимирович. Я скажу пессимистично. Мы не победим. И более того, я больше чем уверен, что через определенное время нам придется, пусть в несколько модернизированном виде, но пойти по пути Горбачева. Так, Игорь Сергеевич. Я считаю, что сейчас холодной войны нет. Сейчас идет гибридная война Запада против России на уничтожение. Вот если в этой войне мы победим, то есть не дадим себя уничтожить, тогда мы, может быть, войдем в холодную войну, в которой победа нам не нужна. Потому что холодная война – оптимальная форма взаимоотношений с Западом. Нам уничтожать Запад не нужно. Это нам не выгодно. Нам нельзя дать ему уничтожить нас. Интересно. Так, Игорь Васильевич. Сейчас происходит борьба, в процессе которой выясняется новое соотношение сил в мире. Вот эта борьба требует определенного времени. Когда новое соотношение сил окончательно выяснится, начнется новая разрядка, она неизбежна. Так, Сергей Васильевич. Бессмысленно вести войну, если не уверен в победе. Смысл теряется. А как тогда, я просто стоял вас сейчас, слушал и думал про себя, а вот как мы формулируем цель победы в новой холодной войне? Мы хотим что? Развала Соединенных Штатов? Нет. Мы хотим увидеть в Соединенных Штатах, не знаю, такое же, что мы видели в 90-х годах в нашем? Мы этого не хотим. Вряд ли вот остановить экономику. Мы хотим жить, мы хотим жить по своим правилам, в соответствии со своими представлениями приказов. В них никто не навязывал. Наша победа это то, чтобы от нас отстали. Правильно я? Да. Тогда такую победу мы вполне можем и абсолютно это нам под силами себя обеспечить. Тут у меня... Что там у нас осталось-то? 40 секунд. Он не политический анекдот. Прям вот совсем не политический. Первая встреча Горбачева и Рейгана. Ну, переговоры, естественно, переводчик есть с американской стороны, есть переводчик с нашей стороны. Вот переговоры идут, идут, идут. Перерыв. Все начинают заниматься своими делами. Американский переводчик подходит к нашему и говорит, слушай, помоги мне, пожалуйста. Я уже замучился. Этот ваш босс все время говорит начать. Я не знаю, как это вообще переводить. Наш думал, 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 думал. Говорит, бегин. Это было место встречи, которое, извинить нельзя, 14.00, будни, эфир НТВ. Всем доброго, до свидания.